Приветствую вас, друзья, и сегодня мы с вами посмотрим на долгожданную модификацию, которая добавляет пистолет в игру под названием My Summer Car. Самая, наверное, желанная вещь для многих, все очень сильно ждали хоть какое-нибудь оружие в игре, даже нож хотели некоторые игроки, чтобы добавили в игру хотя бы ножик, не говоря уже об огнестреле. И вот, наконец, выходит мод, который добавляет Colt 1911. Я его еще ни разу не использовал, так что вместе с вами сейчас будем наслаждаться первыми впечатлениями. Пистолет находится в комнате родителей у нас дома, но, к сожалению, у нас некоторые неприятности здесь произошли, как вы видите. Ладно, давайте постараемся все же найти пистолет. Где-то он в углу должен находиться, может быть, вот в этом помещении, как раз пустом. Да, вот он, друзья, отличная нычка для пистолета, никто его не найдет. Вот так он выглядит, качественная моделька. Давайте выйдем куда-нибудь на свет, например, в комнатку вот сюда вот на стол его положим и повнимательнее осмотрим. Да, смотрите, симпатичная моделька. Это действительно Colt 1911. Вот так вот шикарно он выглядит и, естественно, мы можем взять его в руки. Как вы видели, даже анимация имеется. Но пока что в магазине у нас пусто и, кажется, я нашел все же недостаток. Так, погодите. Ну-ка, давайте с этой стороны осмотрим. Нет, когда он лежит, все прекрасно выглядит. А когда мы берем его в руки и прицеливаемся, ну даже не прицеливаясь, можно увидеть, что некоторые части нашего пистолета просто исчезли. Это странно, конечно, выглядит, но ладно. Ничего страшного. Я думаю, доработают. Так, давайте, кстати, попробуем его в рюкзак положить. Сможем ли мы засунуть? Нет. К сожалению, засунуть пистолет в рюкзак мы не сможем. Возможно, это из-за того, что у меня старая версия модификации на рюкзак. Так что давайте возьмем пистолет в руки, наверное, и отправимся потихонечку в город. А в город мы летим, естественно, за покупкой патронов. Сейчас зайдем в магазинчик. Там появились продажи патроны. Прикупим немного и испытаем пистолет в деле. Вот мы уже приблизились. Ух, не повезет же сейчас Федьке и Антохе. Я долго на них зуб точил. Здорово, здорово, Федька, как дела? Задоголово меня называть, да, сукин сын? Смотри, смотри, что у меня есть, а? Понюхай, понюхай этот запах. Стали. Тут совсем дерьмо. Сейчас я куплю патроны. Я надеюсь, не сопрут мой пистолет. Так, тихо. Куда-то он упал в сугроб, блин. Давайте его с собой возьмем вот сюда вот на полочку. Поместим пока что. Так, и давайте посмотрим, где же продаются у нас патроны. Вот они. Прямо рядом с сигаретами. По 35 марок за коробочку, насколько я понимаю. Естественно, покупаем все, друзья. Оплачиваем. И смотрите. Прямо практически башенка у нас получилась. Так. Заряжается все автоматически. То есть вы наводитесь на коробочку, нажимаете на F. Да, и как видите, появилась надпись Full. Мол, мы зарядили весь магазин. Так, смотрите, он разбушевался. Ну все, мразь, держись. Итак, друзья, заряжаем магазин. Выходим. Стой, сука! Так, пока что я не... Или попал. Попал, друзья. Перезаряжаемся. Хотя не следовало перезаряжаться сейчас. Ну что, получил кусок дерьма. Будешь знать, как со мной связываться. Блин, зачем-то я еще раз перезарядил. Так, меткий выстрел. Попадаем в голову также Антохи. И разбираемся с местными бандосами. Без проблем. Жалко, они себя защитить, конечно, не могут. Не оказывают никакое сопротивление. Давайте еще поотрошку возьмем. Но зато можно с легкостью теперь некоторых ботов обезвреживать. Не используя моды на подъем всех объектов. Не поднимая автомобили, не швыряя их. Куда ни попадя. Да, не повезло, ребята. Что у меня появился ствол. Блин, жалко, конечно, мозолит глаза. Вот эта вот исчезнувшая текстурка. Часть ствола, рукоятки и так далее. И она еще мелькает. Смотрите, когда мы передвигаемся. Ну да ладно. Мне кажется, достаточно быстро должны это исправить. Или может быть это только у одного меня. Может это из-за того, что у меня стоят текстуры на снег и так далее. Хотя вряд ли. Это вообще не связано, честно говоря. Итак, давайте постреляем по различным предметам. Посмотрим, что будет. Постреляем, например, по дискам. Как видите, при стрельбе все смещается. Вот так вот. Так что можно стрелять и так же по бутылкам. Кстати, давайте возьмем бутылочку какую-нибудь сейчас. Попробуем по бутылкам действительно пострелять. Но для начала выбьем пару стекол. Так, погодите, это стекло не бьется. Вот это вот бьется, да. Отлично, друзья. Также можно разбить стекло, как вы видите, с помощью пистолета. Убить продавца не получится, естественно. Так, давайте еще патронов возьмем. В магазине сбить предметы мы тоже не сможем. Так как они приклеены, как вы знаете. А, погодите. А, это я приобретаю. Да, просто, как видите, иконка появилась. Я просто покупаю при стрельбе некоторые предметы. Можно стрелять, как вы видите, от бедра. Также не целись, естественно. Так, перезаряжаем. Следующий магазин. И давайте тогда действительно попробуем по бутылкам, наверное, пострелять. Но сперва, друзья, нужно закончить начатое. Нужно прикончить всех местных бандитов. Поэтому, блин, даже когда я по менюшке нажимаю, я выстреливаю. Так, вот еще последний бандос, друзья. Давайте от бедра его расстреляем просто. Эта сучка. Все, все бандосы ликвидированы. Теперь наступили мирные времена. Воцарится мир в этом селе, в этом городе и так далее. А, нет, подождите, друзья. Еще один бандос остался. Смотрите, без машины. Давайте сейчас присядем. И пузан просто ему засандалим. Отлично. Да, короче, вы можете расстреливать вот таких вот персонажей, которых вы могли и так обезвредить без пистолета. Ударом кулака НПС, который ходит, просто бродит без автомобиля. И также с помощью столкновений каких-нибудь НПС, которые находятся в машинах. То есть обезвредить, например, дядю Толио, водителя автобуса, вы не сможете. А этот сам уже притворился мертвым. Испугался, что в городе наконец появился шериф, настоящий полицейский. Все, можно уже переходить, я думаю, к бутылкам. Давайте, кстати, посмотрим. Кузов проминается, если мы стреляем по машине. Да, смотрите, деформируется также кузов. О, и нехило так. Ё-моё, посмотрите. Так, перезаряжаемся еще немного. А я-то думал, что машина такая помятая. А это я ее расстрелял просто, смотрите. Шикарно все проминается. Следов от пули, к сожалению, нет. Но это, наверное, достаточно трудно реализовать. Так, сейчас перезаряжаемся. И давайте, наверное, переместимся домой сейчас. Там у нас бутылочки. В некоторых местах. Блин, я надеюсь, патроны не закончатся, пока я кликаю туда-сюда. Перемещаемся домой, друзья. Ну-ка, магазин у нас остался? Нет. Ну, класс. Прямо тютельку в тютельку. Действительно закончились патроны. Так, ладно, перемещаемся обратно в магазин. На этот раз я прилечу вручную. Давайте, кстати, помнем также наш фургончик, посмотрим. Да, проминается, смотрите, и фургончик. Сейчас лобовух, наверное, сможем даже выбить. Или нет? Она тут есть вообще? Да, есть лобовуха, но выбить, как вы видите, ее не получается. Теперь мы отправляемся домой, друзья. Берем бутылочки. Вот сюда их расставляем. Две бутылки у нас всего лишь остались. Здесь я рассчитывал, что у нас поболее будет бутылок в этом сфроне нашем. Так, ну ладно, две бутылки вполне хватит. Так, расположим их вот здесь, вот на столе. Лучше, конечно, в доме не стрелять. Мало ли что может случиться. Но мне наплевать. Итак, целимся, друзья. Выстрел. И посмотрите, куда отлесела бутылочка. А вот она. Мне показалось, она сквозь стенку полетела. Естественно, они не разбиваются, гильзы не появляются и так далее. Это все надо реализовывать дополнительно. Их займет, наверное, много времени. И давайте прямо в горлышко, вот сюда, вот от бедра выстрелим. Эм, вы видели? Пуля прямо сейчас мимо пролетела. Да, смотрите, она куда-то летит вправо даже немного. Ну-ка, если я сделаю вот так вот. Да, лучше все-таки стрелять, друзья, прицельно, судя по всему. Ну-ка, давайте еще поставим один раз бутылочку. Попробуем снова в горлышко попасть. Но уже прицельной стрельбой с помощью мушки. Так, берем наш кольтец. Целимся. Встанем подальше, как мы и раньше стояли. Вот так вот. Целимся в горлышко. Да, когда вы стреляете от бедра, имеется разброс. Так что лучше все-таки вести прицельную стрельбу. Вот так вот целиться. Допустим, за стеной. Вот так вот пригнулись, выстрелили пару раз. Быстренько снова за стену спрятались. Но, к сожалению, организовывать перестрелки здесь не получится. Опять же, потому что боты себя защитить не могут. Они могут только сбить вас на машине. Это максимум, на что они способны. Так что оружие, по сути, является бесполезным в игре. Нападать на вас никто не будет. Вы просто разносите ботов, беззащитных и бедных. И, собственно, все. Ну, выбить еще стекла можно, пострелять по бутылкам. Ну да, в принципе, можно устраивать для себя какие-то челленджи. Например, с километра попасть в бутылочку или что-нибудь вроде того. Смотрите, в отличие от гильз, когда мы меняем магазин, он остается. Взять мы его, конечно, не можем вроде как. Ну-ка, давайте даже используем полет. Приблизимся прям хорошенько. Да, взять мы его не можем, но, тем не менее, магазины пустые остаются. А вот гильз нет. Вот еще, смотрите, валяется магазин. Ты сдал нас федералам, гребаная крыса. А крысятничество поощряется только свинцом. Блин, смотрите, гильзы-то летят. Вон, куда-то она улетела, но найти я ее потом не могу. Все-таки они исчезают впоследствии. Видите, прям по всей комнате разлетаются. Все, патроны закончились. Но найти потом их невозможно. Они все-таки сразу же либо исчезают, либо куда-то под землю проваливаются. Скорее всего, исчезают все же. Вот такая вот модификация. Я думаю, многие будут довольны, даже несмотря на вот этот вот мелкий косяк с исчезновением модельки. Частью модельки. Так что на этом мы будем заканчивать. Ссылку на мод я оставлю в описании под этим видео. А на этом все. Всем спасибо за просмотр. И увидимся в следующем ролике. Субтитры сделал DimaTorzok